здравствуйте друзья в эфире дачные советы продолжаем уборку урожая позвонил светлана викторовна из тела белозерки это черновское водохранилище и говорит почему не убирайте корнеплоды да потому что еще не было у нас здесь теле ширяева заморозков поэтому и не убираю пусть наберут еще размерчики побольше у меня еще там сидит и свекла и морковь и корневой сельдерей вот на то что нужно можно убирать и нужно убирать теплолюбивые культуры мы конечно сегодня сделаем вместе с вами вот в том числе и кукуруза многие ее отваривают мы сажаем сладкую кукурузу отварился и нежелательно потому что те полезные вещества которые есть продуктах при тепловой обработке теряются поэтому ешьте на здоровье как вот алексей сырыми я тоже в последнее время все больше увлекаюсь сыроедением но в разумных пределах корневой сельдерей в этом году очень хороший благодарю фирму за хорошее качество семян обещали правда корнеплод до двух с половиной килограмм но поскольку я не ухаживаю за растениями по сути дела так в начале при посадке дала биогумус под каждую луночку и все и вот они выросли и хочу сказать что никогда не было у меня таких крупных корнеплодов как в этом году начале правда напала петля на растения но тут же обработала один раз а второй и все и вот они красавцы мои выросли по килограмму то в них есть или нет так вырвать не могу надо выкапывать как видите полив был капельный закрыта грядочка была спамбондом номер 17 не рыхлило ничего просто когда высадила растения была замульчирована луночка вокруг растения эко грунтом от ильи ткаченко вот еще остатки мы видим верхового торпа все никаких трещин мы не видим благодаря этой мульче но травы у меня в огороде вообще почти нет и вот такие чудесные корнеплоды в этом году получились вот что значит хорошие семена вот они на килограмм тянут я даже в этом году его ни листья не обрывала сверху знаете такой ровный получился ни корни не подрезала вообще ничего не делал не разокучивала сам выскочил из земли сам вот таким красавцам вырос или ства посмотрите какая великолепная и она тоже обладает лечебными свойствами поэтому ее не выбрасываем ее высушим тоже можно мелко ее размолоть и в ней обваливать котлеты например жарить мясо вообще добавлять эту зелень ароматную во все овощные блюда и вот теперь немножко ножичком снимем мелкие корни кстати можно все помыть у меня соседи уже попросили их помоют высушить и потом значит их перемолят в муку и потом будут добавлять во все блюда корнеплоды корневого сельдерея очень ценны в журналах об этом пишу помаленьку у кого больные коленочки суставы выращиваете побольше их здесь есть органический натрий который умеет растворять и переводить неорганический кальций в органическую форму кальций нам очень нужен для костей и деткам и пожилым людям бесценный корнеплод я его пью в виде свеже отжатых соков вместе с морковью причем моркови должно быть два раза больше по объему чем корневого сельдерея вот так на всю зиму хватит сейчас мы уберем корневой сельдерей в погреб и на этом все на этой грядке тоже корнеплоды дайконы японская речка они готовы к уборке не надо их дольше держать вот они какие красавчики вот размер это уже все 25 сантиметров на 8 сантиметров диаметр вот больше не надо их держать будет кожа грубая они готовы полностью к уборке значит их помою просушу но также как и свеклу и морковь и в погреб можно пересыпать лучше бы пересыпать вермикулитом у кого нет денег на вермикулит речной песок и тогда они полежат подольше так а в таком вот вид если их класть то это только до нового года постарайтесь их съесть до нового года ох как всем нравится выпрашивают дайкончики такие нежные и вкусные не дреблеют внутри изумительная ровная мякоть вот эта грядочка с а кормилица чеснок убрали после этого посеяли дайконы два урожая с грядки это то к чему должны стремиться почти на каждой грядке но в корневой сельдерей там уже вниз не снимешь два урожая с грядки у него большой срок вегетации 160 дней 180 дней мы даже через рассаду ведем а вот на эти грядка где культуры имеет вот этот вот например дайкон всего 60 дней он уже готовый вот и чеснок тоже рано убрали конечно два урожая надо снимать грядки о чем речь вот я хочу обратить ваше внимание какие все ржевные корнеплоды под сто процентов выход продукции но иностранные профессиональные семена дайконы сеяла в бороздки вносила биогумус потому что перегной под них вносить нельзя они будут неровными кривыми а уж навоз тем более а биогумус очень хорошо под корнеплоды идет и под морковь и под свеклу и под дайконы имейте это ввиду так вот здесь сидит свекла я ее намечала убрать где-то первой декаде октября по срокам положено так и это сорт эфиопа и эфиопка здесь два сорта ну вот размеры конечно кого-то могут устроиться мне надо но чуть-чуть еще покрупнее чуть-чуть а начались холода можно на эти же дуги на этот вот 17 номер спонбонда набросить еще один слой даже 60 и свекла еще наберет посидев под таким укрытием еще две-три недели мало того и междуряди он старый спонбот рваненький положил вот как я ее укутала вот и все и также с морковью поступить из цветной капустой вот пятый оборот маленькие головки там появились еще и у них сколько на 100 или 200 граммов не больше а нам на 2 килограммовые накройте и пусть она себе растет дальше в октябре будет тепло так во всяком случае было уже много лет я гумус хорошего качества и по приемлемым ценам а также жидкий биогумус и внимание новинка эко-гру можно заказать самаре по телефону 972 70 95 на этой грядке у нас цветная капуста четвертого оборота она уже готовы перерастает 26 штук их куда их девать на заморозку конечно в третью часть я раздам сейчас разойдется по друзьям по знакомым а остальное все на заморозку что делать с грядкой после того как сниму урожай листья порубить кочерыжки порубите в компостную кучу грядку можно продлить серебромедином если капуста болела если здоровая то фитоспорином достаточно и внести жигулевского удобрения я вношу слоем 4 5 сантиметров и перекопать здесь на следующий год будет картошка под нее сейчас внесут частично удобрения а еще при посадке в каждую лунку биогумус добавлю вот тогда будет урожай хороший здравствуйте для цветоводов и любителей петуний представляем новинку сезона двадцатого года мини петунии серии пиколина мини у нее только размер цветка радиусом три сантиметра все остальные параметры можно характеризовать как макси каскадные побеги достигают одного метра в длину активно ветвятся и стремятся вверх и в стороны по обилию цветения гибрид не имеет равных и напоминает калибраха гибрид декоративен с весны до поздней осени так как обладает высокой устойчивостью к повышенному и пониженному температурному фону еще одной новинкой для цветоводов в этом сезоне является и устома серии и и биси куст этого цветка достигает 110 сантиметров верхняя часть стебля сильно ветвится и образует массу бутонов которые раскрываются поочередно и устома серии и биси отличается густо махровыми цветками размер которых достигает 8 сантиметров также эти гибриды удивляют и необыкновенной стойкостью букетов вазе внимание в продажу поступил полюбившийся последние годы томат амурский тигр этот сорт иметь необыкновенную окраску плодов является одним из самых красивых и вкусных томатов на рынке растения томата амурский тигр имеет высокий рост до двух метров а вес плодов достигает 400 грамм в прошлом сезоне галина константиновна испробовала садовую краску для деревьев и осталось ей очень довольна главным ее преимуществом является то что она долгое время не смывается осадками обеспечивая более длительную защиту вашего сада а теперь продолжим знакомство с перфорированными грядками перед нами образец грядки размером 0,7 метра на 2 метра в комплект поставки входят боковые стенки из перфорированной оцинкованной стали ножки клепки и для сборки вам потребуется только клепальник пять минут и наша грядка готова размеры для своего участка перфорированной грядки вы можете подобрать самостоятельно используя доборы чтобы ваши растения зимой не промерзали рекомендуем использовать черный нетканный укрывной материал осень лучшее время для строительства грядок тем более что сейчас действуют специальные условия по перфорированным грядкам на следующий сезон до свидания до новых встреч полный ассортимент товаров вы можете найти и заказать в интернет-магазине агромагистраль точка рф внимание действует бесплатная доставка по самаре при заказе от 1000 рублей вера виктор на глухого вот ваша любимая ягода малина приглашаю навестись меня некогда я понимаю когда мы к вам за посадочным материалом малины этого сорта ганская она и в июле дает обильный урожай крупных сладких ягод и второй раз вот сейчас к сожалению наполовину уходит под снег с ягодами не все успевают вызреть но это намного слаще чем геракл и геракл дает один урожай с августа месяца недостаток крупный она такая колючая что никто не хочет отбирать и плюс еще кислая хотя крупная и урожайная а вот это красавица медовая таганская разводите хорошие сорта сейчас самое время заняться посадками малины можно еще сажать землянику и подошло время посадки смородины крыжовника и других видов культур здравствуйте дорогие друзья но наконец-то самое лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев и кустарников именно с голым корнем сейчас можно все растения покупать и высаживать с открытой корневой системой выбор огромный все сорта смородины невозможно все перечислить но есть конечно знаменитая и ажурная и загадка и селеченскую все очень любят селеченскую и у нас очень много сейчас здесь и кизил и калина и облепиха и крыжовник все сорта крыжовников зеленый красный крыжовник выбор сейчас самый большой какой бывает у нас начале сезона и поэтому поторопитесь если вы хотите получить те сорта которые вам нужны и яблони конечно здесь около 30 сортов яблонь есть и ранние средние поздние ранние сорта конечно монтет мэлба конфетная все сорта сейчас есть наличие и есть и осенний и штрефлинг и северный сенап жигулевская кубышская и самое главное хочу сказать есть сорта яблони которые мы вырастили сами вот они сразу отличаются конечно более мощные у нас очень хорошая земля и посмотрите какая мощная корневая система и самое главное знаете мы делали окулировку и подвои брали в наших жигулевских садах то есть сто процентов это районированные растения уж они точно будут зимовать и плодоносить и куйбышевская жигулевская северный сенап кутузовец многие спрашивали кутузовец зимний сорт который очень очень долго хранится практически до марта месяца можно есть уже свои плоды вот такие вот яблони у нас есть вишни дюки черешни то есть выбор самый большой и более 15 сортов только вишни выбирай ранние поздние средние самое главное если вы посадите допустим дюку им нужно обязательно опылители выбирайте ранние средние либо средние поздние если вы посадите ранние и поздние урожай может быть маленьким не будет перекрестного опыления и тогда вы получите маленький урожай и груши и выбрали мы сорта груши самые устойчивые еще будем получать и все время работаем со своими коллегами и выбираем те сорта районированные и кстати ранетки часто спрашивают ранетки мы в этом году обязательно получим мы их получим в начале октября саженцы из челябинской свердловской области и митюринского плодопитомника то есть сорта только те которые хорошо приживается и все практически сейчас растение на полукарликовых подвоях то есть они не будут вырастать высотой 8 10 метров и мы выбирали те сорта груши чтобы они были более легкими и конечно мы всегда учитывает пожелание наших покупателей и если вы какую-то заявку оставили мы постарались в этом году ваши заявки все выполнить слива абрикосы красномясные сливы есть я кушал летом у галины константин какая слива вкусной мне очень понравилось и в этом году мы постарались чтобы этот сорт был у нас в этом году мы предлагаем саженцы собственного производства в контейнерах это смородина и жимолость и выкопали сейчас уже яблоню и продолжаем копать малину то есть собственного производства адаптированные растения сто процентов к нашему региону на всех площадках нашего садового центра вы можете сейчас купить все саженцы плодовых деревьев и кустарников декоративные растения с осенней скидкой и конечно все средства защиты для растений мы желаем вам красиво здорового и вкусного сада садовый центр веры глуховой предлагает посетить площадки с саженцы плодовых и декоративных культур внимание скидка на хвойные растения 30 процентов